Вторая часть у нас будет про гибернейт. Гибернейт? Что это? Я расскажу. Переключаемся теперь на ветку 7. На ветку лекция 0.7. У меня это будет origin, потому что никакого апстрима нет. И заходим в папочку лекция 0.7. Ладно. План второй части. Есть такая вещь, как ORM. Поговорим, что это такое, зачем это нужно. Как с этим связан гибернейт? Что такое гибернейт? Посмотрим на примере. Будет некоторая теория. И в конце это будет практика. То есть про GDBC поговорили. Суть в том, что это некая нескоро у него API, которая, в принципе, позволяет все, но не очень удобно. Кроме того, есть более фундаментальные проблемы работы из языка Java с базами данных. Ну, во-первых, мы же с вами в Java работаем с объектами. Это же объектно-ориентированный язык. А в базе данных мы работаем с таблицами. По крайней мере, в революционном базе данных. Это разные сущности. И они плохо друг на друга ложатся. Смешная картинка. То есть вам нужно каким-то образом объекты в базе данных превращать в таблицы и обратно. В общем случае, это не просто, это не тривиально совершенно. И вам нужно какую-то логику писать для этого. Тот же самый GDBC. У нас с вами был объект-пользователь. И для того, чтобы записать пользователю базу данных, мы там что писали? У нас была некая строка, в которой мы из этого объекта доставали месседж, или они доставали ID, доставали имя, записывали. У нас просто объект был простой, поэтому это выглядело несложно. А будет у вас какой-нибудь там сложный граф объектов, и вам попробуйте сохранить всю эту базу данных. Придется писать длинные-длинные SQL, и потом которые проверить будет очень сложно. Кроме того, у нас с вами Java class-based object-oriented language, да? Там еще, кроме того, есть наследование. В таблицах нет никакого наследования. Identity. У нас объекты сравниваются некий другим образом, да? У нас там есть метод equals, у нас есть сравнение про равно-равно. Суть в том, что есть некая логика сравнения этих объектов. Но если вы их просто возьмете и засунете в базу данных, то вот просто так никто вам не гарантирует, что эта логика будет совпадать в базе данных и в нашем приложении. Что это значит? Вы, например, создали какого-то пользователя, сохранили его в базу данных, а потом вдруг оказалось, что в базе данных это считается другим пользователем. Ну, потому что там критерии сравнения другие. И вот у вас будут всякие дикие ошибки с этим связаны. Вы создаете пользователь, а это не тот пользователь, который вы хотите, или что-нибудь типа того. Ну, как минимум, вам нужно задумываться, чтобы в объектной модели данных, которые у нас в Java, и в той, которая в базе хранятся, эта сущность совпадает. Чтобы логика сравнения совпадала. Ну, и просто в нашем языке Java там есть некие еще дополнительные возможности над объектной моделью, вроде того, что у нас есть разный уровень доступа к разным полям. Некоторые полям, например, в принципе, вообще не хотели бы иметь базе данных. Некоторые мы не хотели бы иметь возможность доставать. Некоторые мы еще не хотели бы записывать туда. Тут немножко подругое написано, но вот это все тоже важно. То есть суть в чем? Что объектная модель данных и модель данных в таблицах, реализационная модель данных, они, в принципе, не очень-то совпадают. Поэтому, ну, было бы неплохо, если бы был некий тул, который бы это делал за нас. Чтобы мы сказали, например, вот объект, вот база данных, сохраним мне объект в базе данных. Было бы круто. И чтобы он скрыл от нас весь этот SQL, то есть, в принципе, SQL писать — это, не знаю, не самое веселое занятие. Как минимум, это другая модельная область. И не хочется писать строки, и не хочется вообще думать про JDBC. И для этого, собственно, есть некая концепция, которая называется ORM. Она есть не только в Java, это просто некая концепция, которая говорит, что вот было бы здорово иметь, собственно, такого вот героя, который бы за нас превращал объекты в таблицы, таблицы в объекты. Еще было бы неплохо, если бы он самых, там, менеджер сохранил автоматически и вообще был очень умным. Вот, соответственно, я уже говорил, что есть такой API, который называется GPA, Java Persistence API, просто некий API, который есть в Java. Что в него входит? Там много всего входит в него, на самом деле. Ну, вот основные вещи. Крут API, значит, крут API. Что же значит? Что такое круто API? Что это называется? Ну, да, ну, просто API, типа insert, там, select, вот такие, короче, методы там есть. У объекта, например. Который хранится by-se-done. Во-вторых, там есть некий доменный язык, который похож на SQL, но который чуть более удобный для того, чтобы про объекты говорить. Не говорить про таблицы, а говорить про объекты. И что важно про GPA, который входит в Java SE, это только API. Нет там никакой реализации. То есть там есть методы, есть аннотации, которые вы можете использовать, но все это работать не будет, пока вы не выберете себе какую-то библиотеку, которая все это реализует. То есть у нас есть GPA, это API, а есть еще какие-то библиотеки, которые его реализуют, которые называют GPA-провайдерами. Понятно. Они предоставляют нам реализацию этого API. Таких GPA-провайдеров много, в принципе. Некоторые из них просто очень популярны. Например, гибернет очень популярен, поэтому мы с вами будем говорить про гибернет. Ну, собственно, если вы смотрели вакансии Java разработчиков, то, ну, может, в 50% случаев там будет требоваться гибернет. То есть как минимум, в общем, представлять его было бы удобно. Ну, нельзя он использовать. Мы, например, гибернет не используем на основных проектах. Мы используем некий кастомизированный MyBuddy. Мы — это в смысле Alibaba. В Mail.ru используется гибернет. Опять же, только на тех проектах, в которых я был. Может быть, других нет. Ну, например, Spring встроена некоторая реализация GPA. Мы ее использовать не будем. Просто она не так принята, как гибернет. Тут написано 70%. Я сейчас изменил на словах эту цифру до 50. Мое мнение изменилось. Ну, да. Собственно, Spring — это довольно непростая штука. Я как Spring — делать некую инструментацию. То есть если вы разобраться в том, как она работает, не так просто. Но научиться пользоваться, в принципе, довольно просто. Мы сейчас для начала начнем научимся пользоваться ей. Такая же история, как со Spring будет примерно. То же самое. У нас был на предыдущей лекции как бы примерчик маленький про то, как можно написать чатик на GDBC. Сейчас более подробно будем смотреть, как на GPA это делать. Так, вот я говорил про сервис layer. Мы наконец-то его сейчас сведем. Давайте посмотрим. В лексу 7. Не в 6, а в 7. И как все я понял. Я просто сделал так, чтобы вы не переключались на сегодняшние лекции и вы должны на 6 ветке на лекции 0.6 остаться. То есть гид чекаут лекции 0.6. То, что было на предыдущей лекции, не нужно было переключаться на 7. Там все работает. Гид чекаут лекции 0.6. Понятно, да? Ну, в папочке лекция 0.7. Так, ладно, я пока покажу, что у нас здесь есть. Большинство, как обычно, chat application.vhoda, dao, то же самое, что было раньше. У нас есть некий message dao, некий user dao, то есть классы, через которые мы будем работать с базы данных. Ну, например, вот user, да, у нас уже есть вместе с реализацией и что там есть. Ну, например, можно получить пользователя из баз данных по логину, можно сохранить пользователя, можно получить всех, всех звездочек, да? Message dao вам нужно будет реализовать. Так, ну, если вы посмотрите на на chat controller, если вы посмотрите на chat controller, здесь мы больше не используем dao, мы ввели уровень сервиса, да? То есть у нас как работает все? Есть контроллер, он обращается к сервису, сервис обращается к dao. Вот так. Так, на самом деле, большое количество приложений, которые не очень сложные и построены. Например, в HeadHunter были так устроены приложения, на которых я работал. Вот очень простая и очень понятная структура проекта. И еще раз. Смотрите. Зачем нам уровень сервиса? Кто может понять? Кто может объяснить? Что у нас в уровне сервиса как бы содержится? Зачем мы его выделили? Зачем уровень сервиса? Может, какие-то базовые операции в нем проводить, а здесь просто перенаправить? Ну, как бы перенача управления сервисом, а здесь мы просто принимаем запрос. Ну, да, суть таковая. Суть правильно. То есть еще раз. Сервис — это как бы место концентрации в бизнес-логике. Мы так будем говорить. То есть контроллеры мы просто принимаем запрос, ничего особо умного не делаем, максимум проверяем его. Вот как вы здесь видите. Проверяем, что имя не больше 20 символов, все такое. А если нужно выполнить бизнес-логику, ну, например, получить залогиненного пользователя, то есть проверить, залогинен он или нет, то мы говорим, чат-сервис, залогинен, вернее, проверить, залогинен ли он или нет. И все то, как он работает, будет в сервисе. Сервис — это место концентрации бизнес-логики. Она у нас очень простая, но, в принципе, здесь могло быть что угодно написано. Не знаю, много запросов к разным базам, какие-то проверки, какие-то вычисления. А после этого мы обращаемся к DAO. А DAO — это что такое? Зачем DAO нужно? К тому, что объяснить? DAO зачем нужна? DAO — это объект, который представляет нам интерфейс работы с источником данных. Там мы пишем те методы, которые мы хотим использовать для доступа к базе данных. Получить все. Получить все по ID. Получить все по условию. Так, структура, значит, такая. Теперь конкретно про гибернейт. Значит, во-первых, гибернейт — это что у нас? Это реализация GPA, да? То есть GPA-провайдер. Что такое ORM? Кто-нибудь вспомнит уже? Еще кто-нибудь помнит? Как переводится? ORM. Да, связь объектов и отношений. Потому что это Object Relational Mapping. Мэппинг объектов в отношениях. Ну, работает он, в принципе, и так понятно. Приложение обращается к гибернейт, и оно каким-то образом работает в базе данных. Здесь тоже довольно высокого уровня схемы, но здесь конкретные классы уже гибернейт, которые вам нужно использовать для того, чтобы делать запросы. Написано. Опять же, сверху приложение, оно… В приложении заводятся некие объекты, которые могут менеджиться GPA. Вот тут вы можете вспомнить Spring, там идея примерно такая же, да? Там есть у нас бины некие. То есть есть фреймворк, который их менеджит. Есть бины. Здесь то же самое. Здесь есть фреймворк, который менеджит объекты, связанные с базой данных. Это называется гибернейт. Есть некие специальные объекты. Мы будем их называть Entity на самом деле. Здесь они будут называться Entity. Ну и базовый класс, который вы будете использовать. Помните, какой был интерфейс у Spring для работы с… для работы с бинами? То есть вернее, какой интерфейс у AOC-контейнера? Помните, как назывался класс? Ну так просто. Даже не знаю, зачем он там нужен нам сейчас. Помните? Application-контекст. Да? Здесь есть… Да, Application-контекст. Но здесь есть что-то типа того. Это будет Session-фактор. Как это будет работать, я вам сейчас расскажу. Ну и да. Что на этой картинке еще важно? Вот приложение обращается к гибернейту. Гибернет работает через GDBC, естественно. Он использует энскурминговый API. Более того, оно реализует… или использует еще другие API некие. Например, Java Transaction API. То есть некая API, которая позволяет работать с транзакциями. И разные другие. Значит, гибернет — это умная штука. Она позволяет не только создать объект, сохранить его базу данных. Она позволяет еще и трекать во время жизни приложения изменения в этом объекте и синхронизировать их с базой данных. Ну это круто. Вам для этого что-то нужно сделать, естественно. Ну и в принципе, вы на самом деле контролируете. Он будет синхронизироваться или не будет. И, собственно, следующий вопрос. Вот мы создали какой-то объект, например, юзера. Мы хотим его сохранить в базу данных, и хотим, чтобы он синхронизировался. Что такое синхронизировался? Ну, например, там, не знаю, у юзера есть логин, а потом пользователь решил изменить этот логин. Мы, да, мы, там, говорим, там, не знаю, user.setLogin. Мы хотим, чтобы вот это изменение сразу сохранилось в базу данных. Гибернет это может. Значит, как сделать так, чтобы объект таким вот образом менеджился гибернетом? Он менеджился через объект Sessi. Эти Sessi нам производит SessionFactory. Так, сейчас чуть больше деталей. Может, можно посмотреть, что такое Sessi? Если вы просто посмотрите класс Sessi, вот он. Во-первых, что нужно посмотреть? Очень большой, много всего может. На самом деле, я вам говорил, что есть API, который называется Java Presence API, да? Есть его реализация. Вот гибернет — это более умная реализация, чем API. Она может больше. На самом деле, тот интерфейс, который отвечает за работу с Entity, это не Session, это Entity Manager в GPA. Но в гибернете более умная штука, которая называется Sessi. В примере у нас будет использоваться Entity Manager на самом деле. Вы можете использовать и то, и то. То есть, например, если вы хотите использовать крутые фичи гибернета, да, то вы можете их использовать. Но просто вы понимаете, что там, не знаю, вы будете зависимы от гибернета. Вы не сможете перелезть на Spring Data, например. Ну и тут, как бы, когда говоришь «перелезть на Spring Data», то, в принципе, не обязательно знать, что в этом проекте вы должны перелезть на Spring Data. Вы, может, в следующем проекте будете перелезать на Spring Data, но у вас не будет примера. То есть, в принципе, это довольно важное решение. Будете вы использовать GPA, API или, например, API гибернета. Давайте посмотрим лучше на Entity Manager. Что может Entity Manager, чтобы было попроще, меньше всего. Ну, если вы посмотрите, то... Ну, во-первых, тут первые несколько штук — это создать именованный query. CMD F12. Ну, или Ctrl F12. Вот если вы посмотрите, что может сессия, собственно, что она может? Ну, все, что нужно. Через нее вы можете, например, делать такие же запросы, как делали через GDBC. Просто строкой, короче. Вот у вас SQL, вы хотите его исполнить, вы можете это сделать через Entity Manager. В принципе. Это не совсем гибернета. Это самое неинтересное, что гибернета мы получим. Это тоже более интересно. Смотрите, вы можете в базе данных искать по классу и объекту. То есть, что это значит? Вот у вас есть какая-нибудь таблица с юзерами. И вы туда записывали юзеров разных. И потом в каком-то месте вы хотите достать юзера. Вы можете сказать, пожалуйста, найди мне в базе данных объект такого типа, типа юзер. И передаете туда вот свой этот объект, в котором есть ID. Получается, вы по ID его находите. Кто не понял? То есть, это уже некая объектная IP на самом деле. Вы уже здесь не пишете ни коиской, вы говорите, вот у меня есть объект. А есть ли у тебя в базе объект такой вот? И вот он посмотрит на ID этого объекта, да? Ну, на ID юзера. Не найдет его. Там более детально посмотрим чуть дальше, на примере. Есть еще такая штука, как критерия билда. Собственно, если вы хотите сделать не просто какой-то запрос, типа найди мне по ID, да, как мы сейчас смотрели. Или не просто достань мне все сущности этого типа с базы данных. Вы хотите какой-то сложный селект написать, то есть такое IP, которое называется критерия IP. И на самом деле их два. Одно есть в GPA, одно есть в гибернейте. То, которое в GPA, оно на самом деле довольно неудобное. Вот честно, неудобное. Вы можете его посмотреть. И, собственно, к нему доступ через git критерия билдер. Оно будет такое, что вот вы получаете критерия билдер, а потом вы говорите, как построить селект. Критерия — это в каком-то смысле селект, да? То есть по каким критериям выбрать из базы данных? Вы будете говорить. Вот там хочу сделать селект, вызвать метод селект. По таким-то там параметрам, некие настройки запроса. И тут объекты с настройками передаете. У нас будет пример на это. Посмотрим. Но тут есть еще, собственно, в гибернете такой же API, но его задеприкейтили. Оно было очень удобно, гораздо более удобно. Его задеприкейтили, поэтому сейчас в примерах я его не привел. Говорят, лучше использовать GPA. Что здесь еще есть? Ну, на самом деле здесь есть разные методы, более низкоуровневые для того, чтобы, ну, например, сохранять изменения в объекте. То есть вы, не знаю, создали юзера, изменили там какие-то поля, вы можете сказать, вот теперь сохраняем все эти изменения. Габерет может это и сам делать, но вы можете это тоже контролировать вручную. То есть, на самом деле, вот этот самый Entity Manager или Session предоставляет вам объектное API для работы с базой данных, которое лучше на примере будет посмотреть. Давайте-то сразу посмотрим пример. Код, который нам интересен, находится в UserDAO, Imple. Сейчас реализовано здесь только три метода доступа к базе данных. И тут, собственно, разные способы показаны. Например, вот у нас есть метод, который позволяет, давайте с самого простого начнем, сохранять пользователя в базе данных. Да? Он будет выглядеть так. У нас будет некий Entity Manager, который нам будет автовариться, на самом деле. Видите, этот самый дистанционный Spring поможет нам откуда-то его притащит, неважно как, там есть некие настройки. Вы говорите, сохраним, персист, юзер. Вот и все. Сохранили базу данных здесь просто. Другой пример, который тоже, в принципе, будет вам понятен сходу. Как извлечь все сохраненные в базу данных, всех сохраненных в базу данных юзеров? Ну, например, вот так, вот с помощью Interface Entity Manager Create Query. Так. Create Query — это у нас... Да, собственно, вот я вам говорю, что в GPA входит некий язык, да, который похож на SQL. Вот это тот он. В принципе, его можно было легко спутать с SQL. Я даже подумаю, это native SQL или нет. Нет, это имя, что java-presistance language. Ну, он просто использует некую объектную терминологию. То есть, чтобы извлечь, например, тут вам, кстати, не звездочку, а вам нужно как-то будет назвать этот объект. T. И получить его, может быть, по имени класса, да? Ну, в принципе, довольно логично. И потом вы можете получить, там, не знаю, весь список. Вы пишите getResultList. Хотите получить первый — getFirstResult и тому подобное. Поле конкретное можете посмотреть тут. Много чего есть. Третье — это я вам говорю, что есть критерия API. Ну, вот самый длинный код, самый вообще нечитаемый — это вот он. Это java-presistance критерия API. То есть, например, если мы хотим получить пользователя по имени, если даже не по идее, а по имени. Ну, как-то в SQL это понятно, да? Как это будет примерно? Кто может сказать? Ну, там, понятно, select, from, там, chat.users, where. Че там? Че where? Ну, там, логин равно логин. Там, не знаю, логин равно параметр, который нам пришел, вернее. Да? Ну, да. В принципе, здесь вот то же самое написано, только на объектном языке. Очень многословно, но на самом деле зато у вас нет строк. Что лучше? Если это не компилируется, значит, у вас неправильно построен запрос. Если компилируется, то, скорее всего, правильно. Ну, скорее всего. Немножко строк есть, но это уже не так страшно. В общем, выбор за вами, какой использовать API. Так, еще сразу скажу. Вот так же, как когда мы с вами со спрингом работали, у вас были бины, и бины как бы не совсем просто объекты. Вы должны были какие-то там аннотации поставить или создавать их каким-то специальным образом. Собственно, чтобы гибернет понял, что этот объект должен менеджиться гибернетом, его тоже нужно каким-то образом разметить специально. Значит, опять же, если вы смотрели какие-нибудь примеры про гибернет, там тоже часто делают настройки в XML. Ну, это просто, опять же, старый такой, испробованный метод. Мне, честно говоря, не очень нравится XML, аннотации читать проще. И вот давайте на примере user посмотрим, как превратить обычный класс в класс, который может менеджиться гибернетом. Во-первых, вы пишете, что это entity. Я вам говорю, мы будем называть такие сущности entity, которые сохраняются в базе данных через Java Presence API. Entity. Если вы посмотрите, то это некий, некая аннотация из Java Presence. То есть то, что относится к Java Presence API. Дальше вы можете сказать, каким образом мапить это в таблицу. Иногда мапится тривиально, вы просто говорите. Я хочу сохранять объекты этого типа в таблицу user, в схеме user, в схеме chat. Понятно, да, Весь? Да, опять же, когда простые поля, как в данном случае? Понятно, как они будут мапиться в базу, да? Ведь у нас там будет запись и все-таки запись. Это у нас будет, собственно, поле ID и поле имя. Мы так и пишем. Есть аннотация ID. У любого вашего объекта, которого является entity, должен быть ID. Это будет внутри пропорционного премия реки. Тоже аннотация Java Presence API. Ну и вам нужно сказать, каким образом вы будете его генерировать. Вы не хотите его сами задавать, наверное? В принципе, вы можете. Но лучше, чтобы он просто генерировался, если вам это не важно. Есть разные стратегии. Ну вот мы взяли какую-то. Там, в принципе, есть, не знаю, sequence, например, можно взять. Ладно, мы взяли просто авто. Это будет автоинкремент. Ладно, дальше. Логин. Ну и тоже вы должны поставить некую аннотацию, column. То есть вроде как вот это поле будет сохраняться в колонке. Какой колонке? С именем логин. Если не укажете, будет имя поле. И здесь можете указать какие-то constraints. То есть, например, имя пользователя должно быть уникально. Да, должно быть уникально. У нас в чате такая логика. Должно быть уникальное имя. Может быть имя null? Нет, не может быть. Есть ограничения по длине. То есть такие базовые constraints можно в этой аннотации указать. Можете посмотреть, какие еще. Да, много разных. И это, в принципе, все, что нужно, чтобы превратить обычный класс в класс, из которого могут создаваться entity. Какие-то вопросы по этому есть? Да, естественно, более сложные ситуации, когда у вас не просто такое вот поле, как строковое или интеджер, а, например, когда там другой объект, да? То есть, очевидно, это получается какая-то связь между двумя таблицами. Или там будет список. Отношение один ко многим, ноги к одному. У нас такое будет именно в месседже. Вот у вас будет практика сейчас. Вам придется с этим разобраться. Как такое сделать? У нас здесь есть месседж, и у него есть юзер. Тоже сестерной объект. Но к этому чуть позже вернемся. Тут чуть больше теории. Да, давай спрашивай. Один вопрос. У нас указаны, предположим, setID и getID. То есть нам не важно то, что… Как мы их назовем? То есть важно название именно то, что мы укажем в наших аннотациях. Да, и вы можете не называть его ID. Если вы укажете, что это поле проннотировано ID, то это будет считаться прямо реки. И все, все, понятно. Ну, вы не можете, наверное, любой тип. Нет, если я, предположим, не getBlogin напишу, а getBlogin1. Он найдет того, что… Я думаю, просто getR отчасти связан с названием. Да, я не уверен. Возможно, не найдет. И вообще вот эти аннотации вы, вероятно, можете ставить именно на getR. То есть они не только на поля. Просто как-то на поля, мне кажется, читабельнее, но вообще, мне кажется, они даже советуют на getR ставить. Лучше не называйте getR не так, как ID. Это и Spring поломает, и Hibernate. И вообще лучше их генерируйте. Или еще лучше, знаете, там есть всякие припроцессоры. Есть припроцессоры, которые вам их генерируют. Вы их не пишете, вы просто здесь пишете, типа, сгенери мне в виде аннотации. Сгенери мне, пожалуйста, все вот эти вот. Вот хеш-код, equals, все getR и setR, и они сами генерации вы даже не увидите. Например, если ломбок такой. Или Kotlin используете. А, Kotlin. Ну ладно, сейчас чуть-чуть больше теории. Ну, она довольно глубокая, на самом деле. Может быть, пока не стоит в это углубляться. Но на самом деле, я же говорил, что вы, когда пользуетесь гибернейтом, вы, в принципе, не только хотите сохранять объекты в базе и получать их оттуда. Вы еще хотите, чтобы они как бы трекались. Вот у вас есть сессия. Сессия, она, в принципе, гибернейтит. И их название понятно, что это нечто продолжительное. То есть вы подключились к базе данных, создали сессию, и в это время ваши объекты менеджат гибернейтом. Вы их меняете, изменения сохраняются. В базе данных изменения какие-то новые приходят, вы получаете изменения, оповещения об этом. В рамках одной сессии. Ну и просто есть некая, как это называется, это конечный автомат, который показывает переходы между разными состояниями объекта и методы, которые нужны для того, чтобы это сделать. Ну, например, вы создали объект, и вы хотите его заменеджить с помощью гибернейта. Вы там должны вызвать некий метод. Например, persist. Perist это сделает. Так, чтобы было на примере. Где-то у нас, да, вот. Perist. То есть, смотрите, у вас уже был какой-то объект-юзер к этому моменту, да? Но вы его еще с гибернейтом не связали, пока не вызвали persist. Он был, что называется, detached. Вот на этой схеме это называется detached. Так, тут... А, нет, это называлось new transit. Да, это называлось new transit, не detached. Вот вы вызываете перист, и он начинает менеджиться. Это понятно, да? Ну и таких состояний много. Вы можете, в принципе, в какой-то момент, например, сказать, я не хочу сейчас этот объект менеджить. Я хочу просто его сделать отдельным объектом. Пусть в бате сохраняется то, что было, а я хочу теперь с ними делать все, что угодно. Ну, тогда вы можете сделать его detached с помощью, там, evict, clear, close. Ну, это уже, в принципе, вам надо будет на примере смотреть, когда будет более сложная ловика. То, что мы хотим сделать сейчас, это, в принципе, просто сохранить базу данных и достать оттуда. Да. Теперь, собственно, какие гарантии дает скоп? Ну, вернее, какие гарантии дает сессия, имею в виду. Или там, entity manager, да, как более общий тип. То есть, во-первых, я вам говорю, что есть некий интерфейс, который называется session factory, или там, как он называется, GP, я не помню. То есть, в тот момент, когда вы используете entity manager, он вам здесь с пингом автоварится, да? Соответственно, вам будут автовариться разные объекты, например, на разные сессии. Например, вы можете это настроить, в принципе. То есть, вы всегда будете получать сессию, которая в контескопе живет. Ну, например, во время вашего запроса. Пришел запрос от пользователя, и начинается сессия. Создается новый объект сессии, вы будете работать только с ним, и сюда будет автовариться какой-то один конкретный объект на эту сессию. Пришел другой запрос, там будет другой объект. Ну, понятно, да? То, что мы с вами в рамках скопа обсуждали в спринге. Здесь то же самое. Этот скоп настраивается. Мы с вами будем по умолчанию использовать сессию на реквест. Ну, то есть, что запрос, то, что я только что объяснял. Создается сессия. Запрос закончился, сессия закончилась тоже. Кто не понял, что я сейчас скажу? Я могу еще раз объяснить. И давайте сразу вам покажу, где это настраивается. Помните такой файлик «Complication Properties», да? Это файлик, в котором просто любые настройки Java приложения. Собственно, здесь вы можете указать настройки GPA в том числе, гибернета в том числе. И давайте на самом деле сейчас самое время так разберемся с этим файликом, да? Во-первых, помните, как мы с вами в GDBC настрояли подключение, да? Ну, там просто блокадь строка, мы передавали его там драйвер-менеджеру или что-то типа того, DB-коннектору, в таком духе. Ну, здесь вы можете просто в настройках это указать. Что вот, мы будем ходить к такой-то базе, вот будет такой-то пользователь, такой-то пароль, вот будет такой-то драйвер. Опять же, если вы хотите сейчас проверить этот пример, то поменять здесь эти настройки, да? Если вы ходите на локальную машину, здесь пишите «100C001». Здесь название вашей базы. Тут ваша пользователь, ваш пароль, ну, думаю, понятно. Вот. Теперь, собственно, то, что я вам до этого хотел сказать, что вот у нас можно настроить сессию, да? Можно настроить, например, что нам будет только во время реквеста жить. Например, таким это можно способом сделать. Это означает, что наша сессия будет жить в одном потоке. Пока поток жив, будет жива сессия. Ну, это эффективно значит, что это то же самое примерно, что скоп-запрос. Запрос у нас в одном потоке обрабатывается. Ну, здесь дальше еще всякие, в принципе, довольно интересные настройки гибернейта. Они позволяют вам при любом исполнении сквозь запроса гибернейту печатать, что он там просто выполняет, чтобы вы понимали, что происходит. Это некие настройки для того, чтобы гибернейт не создавал каждый раз, не выкачивал каждый раз схему данных. Ну, просто это ускоряет исполнение вот этого строчка, вот этого строчка. Так, давайте еще раз. Смотрите. Вот у нас есть объектная модель, вот у нас есть таблица. И гибернейт от нас скрывает всю магию того, как происходят запросы. То есть, если так сказать более просто, то гибернейт какой-то SQL генерит на самом деле. Вот у вас есть объект, вы говорите там, сохраните этот объект, он сгенерирует какой-то там, не знаю, insert, into, и потом все эти поля в том числе подпишет и сохранит. Вы, в принципе, не знаете, что там за SQL. От вас это все гибернейт скрывает. Чтобы увидеть этот SQL, вот вы вот эти вот настройки пишите. Другой вопрос. Вот у вас есть какая-то схема базы данных. Например, у вас уже была какая-то база данных, как мы с вами сделали вот сейчас, накатили с помощью SQL. А Spring-то, естественно, ничего про эту схему может не знать. И, собственно, схема, которую он себе представляет по объектной модели, может не совпадать с той, которая у вас там накачана. И вот тут есть некая настройка, которая говорит, что делать с Spring-то, если не совпадают эти схемы. Та схема, которая у вас там накачана, и та, которую гибернейт как бы автоматически создает. Я выбрал настройку Validate, он просто проверит, совпадают они или нет. Если нет, то он скажет, не совпадает, ошибка, ничего выполнять не буду. Есть настройка для совсем ленивых Update и Create. Я забыл, чем они отличаются, но суть в том, что он автоматически поменяет эту схему. Все будет работать в любом случае. Можете сделать Update, если у вас с Validate не сработает. То есть, например, если вы накатили какую-то не ту схему или вообще не накатили схему, у вас Validate упадет. При перестарте гибернета валидация пофейрится. А Update все сделает. Ну так вот, значит, мы с вами поговорили, что сессию нам, собственно, создает гибернейт. Мы ее можем настроить. Мы настроили так, чтобы она была на реквест. И, собственно, какие гарантии есть внутри этой сессии? То есть, например, вы сохраняете объект через сессию, потом вы сохраняете еще раз тот же самый объект. Что произойдет? Будут два объекта разных или один и тот же объект? Такие вопросы интересуют, в принципе. Ну еще интересный вопрос про транзакции. Гарантируются ли транзакции, например? Сохраняете какой-то объект, он будет сохраняться атомарно или нет? Сейчас можно вопрос на сессию на запрос. Здесь один из первых запросов, там, по логинам, ну, по логинам с одним именем, идет другой запрос, по логинам с тем самым именем, какие объекты будут разные? Да, это будут разные объекты сессии. Ну, еще раз повтори вопрос. Ну, это логично, как бы, я не могу придумать ситуацию, когда это может быть плохо для нашего примера. Нет, это речь не про это, речь про… Ну, сейчас, да, еще вот пример. Вот смотри, просто на код посмотрим. Где-то у нас это… User.imple. Собственно, вот, например. Есть какой-то код, который сохраняет пользователя баз данных. Вот он, да? Yempre-exit-user. И вот… Вот у нас сейчас он в одном месте вызывается, просто когда мы пытаемся залогиниться, на самом деле. Ну, у нас, в принципе, может быть, какая угодно сложная логика, и мы можем несколько раз вызвать этот метод, в принципе, от одного пользователя. Ну, там, не знаю, сначала залогиниться, потом еще что-нибудь сделать, потом проверить, вызываем какой-то метод, который проверяет, залогинены ли мы, если нет, залогиниться. Короче, слушай. Ну, смотри, откуда мы его взвем, смотри. Сейчас посмотрим, откуда мы его взвем. Как бы вся логика эта написана, я тебе просто нескоро не объясняю. Сейчас. Сразу всю цепочку просмотрим. Вот, смотри. Самый высокий уровень. Это чат-контроллер. Ну, тут к нам пытается кто-то залогиниться, и мы проверяем, нормально ли его имя. И если оно нормально, то мы его логинем. То есть здесь, получается, мы как бы… Это скорее регистр, да, на самом-то деле. То есть мы логинем его ученые. То есть если ты зашел в чат и назывался правильно, то мы считаем, что ты залогинен. Да. Такая логика. То есть проверка должна быть там, в хорошей логике? Где там? То есть, ну, вот в контроле, да, проверка, то, что логиня, это нормально. Ну, это правда. Это такой вопрос архитектурный. Куда выносить логику? В принципе, ты прав. Я думаю, что можно было бы создать сервис, который был бы чуть более высокоуровневый, который бы проверял, залогинен или нет, если нет, то логинил. Да, эту логику можно внутри занести. Это, в принципе, было бы логично. Но я сейчас так пример просто объясню. Вот мы логинимся. И это сервис, чат-сервис. В нем есть логика логина. Мы создаем здесь пользователя и сохраняем его. Вот это вся логика. И сохраняется это как? Ну, вот так вот. Я имперезист. Я просто объяснял, что предположим, что у нас в одном запросе несколько раз эта функция вызывалась, и вопрос в том, сохранится ли несколько копий. Ответ — нет, не сохранится ли несколько копий. Будет только один пользователь. Почему? Потому что в рамках одной сессии, это будет одна сессия, потому что это один запрос, у нас будут гарантии, что один и тот же объект будет совпадать поиклазы хэш-код. То есть это будет уже на... ...давиация, где будет... Да-да-да. Да-да-да. Там внутри есть какая-то логика того, как сохранять, и там будет как бы проверено. В рамках этой сессии будут храниться некий кэш, например, этой сессии, будут проверяться, мы сохраняли уже или нет. Ну, вот это я пример сказал. Честно говоря, я не знаю, как конкретно это работает. То есть вот гарантии иклазы хэш-код там соблюдаются. Один и тот же объект, два раза сохранить вы не сможете. Второе. Опять же, транзакция — это же вечно строяемое в гибернете. Но по умолчанию у вас будет уже сразу транзакция, начинается, которая будет в начале сессии, заканчиваться в конце сессии. То есть все вот это будет выполняться, например, атомарно. Все, что происходит внутри одной сессии. Если у вас здесь будет несколько запросов, а не выполнится, атомарно. Нет, на самом деле я вам сейчас соврал, кажется. Потому что если вы посмотрите на юзер DAO-импл, здесь у меня сверху указана аннотация transactional. Мы, собственно, использовали транзакционные API Spring, на самом деле. То есть мы кастомизировали транзакции здесь. И это, в принципе, если мы здесь поставим транзакцион, то это будет значить, что все методы внутри него будут выполняться как одна транзакция. Вот, вот что это будет значить. Вы транзакцион, например, можете на метод поставить точно так же, чтобы было более понятно. В таком роде. Что это значит? Что все, что внутри вот этого метода, будет выполняться как транзакция. То есть в начале будет написано begin, в конце будет написано commit. Если там будет какая-то ошибка, например, exception произойдет, то транзакция откатится. То есть это нам дает гарантии того, что все, что там написано, будет нормально записано в базу данных, пробужденное состояние не будет записано, не будет никаких коллизий и тому подобное. Все грани транзакции. А если транзакцион стоит на классе, что это значит? Что все методы, которые там есть, они все транзакцион. Вот и все. Ну, опять же, если есть тонкие какие-то вопросы, то лучше документацию почитать. Ну и да, ну, естественно, то, что здесь первым путем указано, это то, что если вы создали какой-то объект и сохранили в базу данных, он начинает менеджиться, правильно? С этого момента он будет изменения трекать. Когда сессия закончится, он перестанет изменения трекать. Что логично, правильно? Ну, то есть что это значит? Вот, например, у вас здесь есть юзер, и потом этого юзера вы можете, в принципе, передать какой-нибудь другой поток, так, чтобы, не знаю, там, ну, другой запрос как-то поизваемодействовать с этим объектом. В принципе, может быть такое. Это так, это будет другой поток, это же будет другой реквест, и он не будет менеджиться. На самом деле, если более формально сказать, на самом деле сессия — это не потокобезопасный объект. Вот кто-то еще сказал. Это значит, что на самом деле не нужно брать объекты, вернее, работать с сессией из разных потоков. Это я так сейчас довольно сложный пример выдумал. Лучше такое не делать. Лучше не нужно использовать эти объекты из разных потоков просто. Ну, ладно, по реквесту хэш-код я уже сказал, что он будет контролироваться, да, внутри одной сессии. Но при этом вы, естественно, все равно должны их переопределять в объекты, просто чтобы вы не забыли. Да? Когда к нам это нужно будет? Тут, в принципе, написано. Если вы работаете с хэш-картами, с этими хэш-сетами, все равно переопределяйте сами. Это иклс и хэш-карт. Ну, просто так напоминаю, да, что это важно. А, ну, собственно, да, тут была ссылочка. Вот мы выбрали сэшн персред, а есть еще другие стратегии, другие скоупы сессии. Если загрузится, я потом покажу вам. Ну, так, ладно, так. Просто, в общем, обобщим то, что мы сейчас знаем. Потом будет практика. У нас есть объект-сессия, через который вы можете делать объектно-ориентированном стиле запросы. Это лучше, чем gdbc, потому что там нет строк. И это дает еще, на самом деле, уровень абстракции. Вы абстрагируетесь от того, какую базу вы использовали. Это было из gdbc. Вы абстрагируетесь от того, какой там SQL, на самом деле, исполняется. И, более того, гибернет вам дает всякие мощные возможности, типа того, что он автоматически трекает ваши объекты. Значит, как пользоваться гибернетом? Ну, вы должны класс пометить аннотациями entity, там, поставить id, сказать, что вот такая колонка мапится так-то. Есть еще всякие другие аннотации, например, как помапить сложные сущности. Это вы, в принципе, сейчас в практике все это узнаете. Значит, как это все настраивается в Application Properties, просто нужно прописать некие параметры. И те, которые у нас проставлены, в принципе, они довольно простые и понятные. Вы прочитайте их, поймите, что они значат. Так, здесь просто несколько слайдиков про то, как подключать гибернет. Мы это все уже обсудили. Про маппинги уже рассказали. Там у нас был пример с юзером. Ну и, да, гибернет, собственно, так как он решает, он, собственно, сделан для того, чтобы решить все эти проблемы маппинга объектов в отношениях, то он поддерживает всякие фичи типа inheritance. Он как-то там их внутри разрулит. Ну да, и здесь дальше будет просто несколько слайдов про то, какой API есть конкретно у гибернета. Тут скорее про гибернета, а у нас скорее про gpa. Но и то, и то интересно. Посмотрите, они, в принципе, во много пересекаются. Опять же, посмотрите лучше, когда будете делать пример. И несколько ссылок, по которым, если вы перейдете, там просто очень удобное, очень понятное описание того, как гибернет работает. Всякие базовые вещи очень хорошо объясняют. Теперь практика. Собственно, практика заключается в том, чтобы вам реализовать не только сохранение пользователей, что только сохранение пользователей работает, но и сохранение сообщений. Если вы смотрите, сообщения, месседж у нас никак не проаннотирован. И у нас в контроллере, если там хоть какая-то логика, я не помню, нет, там кидается bad request. Соответственно, вы должны сделать соответствующие методы и в чат-сервисе, и, в общем, всю логику реализовать для сохранения сообщений. Первое, что вам нужно будет сделать, это, естественно, правильно пронотировать месседж. Для этого вам нужно будет решить такую не совсем простую задачу, как пронотировать юзеры. Пытаюсь поразбираться, а потом разберемся. Потом разберем. Понятно, да, задача? Ну и да, тут, собственно, есть слайдик. Не забудьте сделать вот это вот. Тут, правда, IP неправильно указан, но у вас у всех локально базы поднят. В общем, вы уже знаете, на какой IP ходить. Не забывайте там указывать правильную базу, правильный пароль, все такое. Ладно, давайте быстренько самое. Во-первых, про гибернейт. Зачем нужен гибернейт? Ну, в отличие от GDBC. Чем он хорош? Во-первых, он автоматически наменеджает entity, да? То есть вы создали объект, вы сказали гибернейт менеджер, его, пожалуйста, он автоматически там сохраняет все изменения, он автоматически генерит нам SQL, для того, чтобы сохранять и доставать эти сущности. Но об этом всем думать не надо. Пользуйтесь просто неким объектным API. Ну да, там есть, собственно, вы можете пользоваться объектным API. Это второй пункт. Третий пункт. В принципе, вы можете использовать и обычный SQL. Как-то видели? entity-менеджер.createQuery. Это будет обычный... Нет, createQuery, это будет Java Resistance Language, тот, который строен в GPA. А можете написать getNativeQuery, там будет просто SQL. То есть у вас есть выбор всегда. Так, ну и, соответственно, это довольно высокий уровень абстракции. Абстрагируйтесь от базы данных, абстрагируйтесь даже даже от драйвера, который вы используете. Можете в любой момент его поменять. Что плохо в нем? Ну, вы не всегда, конечно, понимаете, какой там SQL будет выполняться. Там же как-то, не знаю, из объекта представления все это генерируется, сложный SQL. Ну, вы можете его выводить и смотреть, контролируйте его. Ну, и, естественно, это некий overhead по производительности. если вам нужно, если вам нужно, там, не знаю, как-то специфически контролировать SQL и вообще как бы просто, не знаю, размер памяти, который потребляется для этого. Ну, вам придется в нем писать нативные запросы. Ну, и вообще, это не самая простая штука, прочитать документацию, если будете в нем разбираться. Но думаю, что главное дело должно быть понятно. Ну, и такое общее summary. Что такое ORM? Значит, ORM это некая некая концепция, которая говорит, что нам было бы неплохо как-нибудь мапить объекты на отношения. Есть реализация этой концепции, это API. То есть, это реализация на уровне API пока что, которая встроена в Java и называется GPay. Есть реализация GPay. Например, гибернейт. Это популярная реализация GPay. Значит, что может гибернейт? Он автоматически нам синхронизирует наши, не знаю, вы можете сказать гибернейт менеджер, пожалуйста, мой объект, он был синхронизирует базу данных, может помогать вам, там, не знаю, объектом стиле делать запросы к базе данных. Через какой IPA это делается? Через объект сессии. Если вы говорите про GPay, а не про гибернейт, то это будет entity менеджер. Как это все настраивается? Вы должны в Application Properties прописать, ну, там, не знаю, параметры подключения, типа, какой драйвер использовать, как вас зовут, какой базе подключаться, разные другие настройки, например, scope сессии. Так, ну, сессию не нужно использовать нескольких потоков, я это сказал, и вы можете, соответственно, настроить и scope, гибернейт поддерживает транзакции, естественно, мы так простенько используем просто аннотацию Transactional над классом. Все, что, все методы, которые помечены аннотацией Transactional будут выполняться как одна транзакция. Ну, вот, в принципе, все. Ставьте обратную связь, значит, та практика, которую мы делали, сделайте ее, получите 3 балла до среды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok